Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня ролик немножко не по виноградной теме. Два года назад, когда мы купили этот участок, я завела отдельный плейлист «Деревенские будни» и немножко показывала вам, что мы здесь делаем, как мы приводим в порядок. Итак, продолжаем, скажем так, эту тему. И сегодня покажу, что еще, кроме винограда, мы выращиваем на своем участке. Часто вы спрашиваете, а что еще у вас растет? Вот сегодня я вам это и покажу. Наконец-таки в этом сезоне я добралась и до цветника. Разбили здесь грядочки. Конечно, он еще не полностью сформирован и не полностью засажен. И да, кое-где еще есть сорняки. Очень радуют Анютины глазки. Красиво цветут лютики. И вообще они должны были все быть белые, но вот один пересор там попался чуть-чуть розовый. Я не расстроилась. Очень красивый, очень мне нравится. Середина июля и цветут примулы. Это примулы группы Беларина. Они цветут дважды за сезон. Разные цвета. И вот они даже цветут в разное время. Одни уже цвели, а вторые только зацветают. Единственный негативный момент. Есть данные, что Беларина плохо зимует. И вполне вероятно, что это будет ее единственный сезон. Ну, посмотрим. А вдруг? Здесь гвоздика Гринадин. Вот так активно растет. Но, по идее, она должна цвести только на следующий год. Очень мне хотелось гвоздик. Очень хотелось резки. Запах гвоздик я просто обожаю. Поэтому вот высадила ее так много. А вот здесь рядышком гвоздика Шабо готовится к цветению. И когда я ее высевала из семян, два года назад было написано, что это однолетник. Но вот две зимы она у меня прекрасно перезимовала. Правда, на даче. При том, что там узенькая, высокая грядка. По идее, в таких условиях она не должна была зимовать. Тем не менее, перезимовала. И вот готовится цвести. Готовится к цветению и бессмертники. Тоже как-то вот такая ностальгия по детству. Когда бабушка выращивала, сушила. Поэтому пока тут еще все формируется, посадила немножко вот таких однолетних цветов. Лаванда. Давно ждала переезда сюда. И даже, наверное, посажу ее несколько больше. Вот это кусты пересаженные. Это весной. Были небольшие, но вот прям ей здесь очень понравилось. И такие вот они пушистые. Уже часть цветов я срезала. Это последние остались. Она здесь себя прекрасно чувствует. И я думаю, что посажу ее еще больше. Конечно же, розы. Розы, 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 розы. Первый ряд это мини. Тоже кое-что у меня уже перезимовало. Осенью просто на временную грядочку. Из горшочков я их высадила. Ну а кое-что досаживало в этом сезоне. На второй ряд это чайно-гибридные. Часть уже отцвела и будет готовиться ко второй волне. Ну а часть вот так красиво цветет. Это все этот год посадки. Да, там пока что все заросло на заднем плане. Дело в том, что там нарциссы. Там очень много красивых нарциссов. Но я хочу их рассадить. Есть у меня такая идея. Вот часть я специально оставила место на клумбах. А часть я хочу посадить между деревьями. Там, где у нас деревья. Потому что нарциссы вот в такой полудикой природе вообще шикарно смотрятся. Ну поэтому вот сейчас постепенно здесь все выкопаю. И рассажу что-то туда. А что-то сядет на клумбы. Вот такой красивый пышно цветущий клематис. Он нам еще достался от предыдущих хозяев. Отсюда его будем убирать. Потому что со временем и сарай. Нужно будет убирать. И клематис переедет в другое место. Более ему подходящее. Магнолия переехала с дачи. Потому что там слишком много всего. Растения друг другу мешают. А поскольку появилось место. Появилась возможность дать ей больше свободы. То магнолия переехала сюда. Но в этом году не цвела. Поскольку была пересадка. Будем надеяться, что в следующем году порадует нас. Своими цветами. А вообще она у нас больше 10 лет. Красивая такая белорозовая магнолия. Тут у нас небольшая грядочка со спаржевой фасолью. Здесь же росла редиска. Вот редиску убрали. Фасольку посеяли. Дальше немножко бурочков. Немножко морковки. Ну, такое количество. Чтобы на месте просто можно было супчик какой-то сварить. И помидоры здесь самосейки. В прошлом году мы здесь их выращивали. Они населись. Ну, в общем-то уже на них такие, я бы сказала, неплохие завязи. Маленькие грядочки с капустой. Где-то полтора на метр. Вот эта одна здесь сидит романеска. Вот вторая здесь брокколи. Оказалось, что я немножко густовато ее посеяла. Уже вот она завязывает головки. Ну, ничего, будем прореживать. И самосейки, помидоры тоже здесь оказались. Маленькие грядочки. Салатик, зеленушка. Грядка с огурчиками. На самом деле тут зашло всего 7 огурцов. Очень плохо всходили. Ничего, сейчас заплетут все. И, в принципе, нам их хватит. Дальше помидорчики. 20 штук всего лишь. Специально садила довольно редко, чтобы минимум уделить им ухода. Минимум работать с пасынками. Сказать, что ломятся. Ломятся они от урожая. Уже мы его кушаем. И вот на глазах все созревает. Под листьями не видим, а весь масштаб. Я даже думаю, что в следующем году посадки томатов мы будем сокращать. Потому что очень много получается на этой земле при том способе выращивания. Вот, смотрите, какая красотища. Ничего с ними не делал. Ничем не обрабатывал. Ничем не подкармливал. Горячая мульча. И все. Ну и немножко картошки. Вот такая небольшая грядка. То же самое в горячей мульче. Как только картошка взошла, замульчировали. Ну и все. Тоже ничем не обрабатывается. Уже мы потихонечку картошку подкапываем. Садим совершенно немного. Опять же, только чтобы на месте можно было ужин приготовить и супчик сварить. Все. Про запас как бы. Такой нужды нам особо нету. Пару тыквочек. Даже очень плохо сходили в этом году. Я и досеивала. Вот та она из первой партии взошла. Остальные чуть попозже. Ну и тут уже несколько тыквочек. Четыре и будут еще. Тыквы порционные. Потому что так удобнее с ними управляться в дальнейшем. Голубика переехала с дачи сюда. Потому что там все-таки очень тесно. Она росла между кустами винограда. И там и винограду было плохо. На самом деле и голубике было плохо. И нам было плохо. И неудобно. Ну что, места мало. Все густо. Поэтому голубику перевезли сюда. И перевезли прошлую осенью. Это уже взрослые кусты. Десятилетние. Тем не менее, довольно неплохо. Она это все перенесла. Плодоносит. Но часть ягод я прям обрывала. Потому что... Ну, чтобы не нагружать. Но ведь надо урожай не только в этом году. Но и в следующем и в следующем. Поэтому где-то пришлось их пронормировать. Но так надо сказать, что довольно неплохо она себя чувствует. Здесь у забора молодые посадки клематисов. Порядка десяти штук. Их, правда, тоже чувствует себя не очень хорошо. Сухо. Да, очень сухо было. Немножко я здесь поливала. Не до всего, скажем так, дошли руки. Маленькая история про эти клематисы. Я их привезла с дачи. Там они у меня растут рядом с розами. И самосеек. В розах я периодически нахожу. Отсаживаю их в теплицу. Там они сезон подрастают. И потом вот переезжают. Два уже цвели. В этом сезоне. Ну, я думаю, что, в принципе, тоже для сеянцев на второй год не все так плохо. Так, где-то вот они желтеют. Чувствуют осень. Ну, потом начинают нормально расти. Я уже думаю, что больше результат мы увидим в следующем сезоне. Я очень надеюсь, что они нам тут красиво заплетут наш забор. Также есть деревца. Пару груш, пару слив, пару яблок. Пару черешин. В прошлом году все это посадили весь садик. Ну, вот черешни в этом году. Три штучки наша малышка попробовала. Лещина слабенький. Кустик, тем не менее, на удивление даже завязал орешки. У нас в прошлом году садили два куста дерева, потому что они по формировке были деревьями. Один погиб, но не хватило полива. На самом деле, один погиб. Вот один остался. Но осенью посадили еще один. Уже кустиком. И он довольно неплохо растет. Конечно, основная наша культура это виноград. Но, тем не менее, держим и маленький огородик, чтобы можно было с него покушать, пока мы находимся здесь. И в этом сезоне мы еще и завели и цветничок. Да, тут тоже еще работы. Я думаю, что в следующем году он уже будет более такой структурированный, сформированный и более ухоженный. Сейчас, да, еще кое-где есть пробелы в уходе. Ничего. Все это наверстаем. Надеюсь, видео вам было интересно. На этом я прощаюсь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч.